Вопрос от Дениса А. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, знает ли наука примерные сроки возникновения и формирования некортикальных областей мозга? Какие регионы и условия планеты или отдельной популяции в насилии вносят наибольший вклад в возникновение неокортикальных структур? А также хотел бы задать такой вопрос. Что с мозгом у Евгения Панасенкова? Так, ну, два вопроса, и оба интересных. Ну, начну с первого. Где появился неокортекс? Да, кортекс появился на поздних этапах эволюции рептилий при раннем появлении млекопитающих. То есть речь идет о событиях, отстраненных от нас примерно на 90, может быть, 80 миллионов лет. То есть это конец как раз эпохи вот этих огромных динозавров, которые вымерли. Естественно, ни от падения метеорита, ни... Тут ни при чем ни метеорит, ни ужасные катаклизмы, ни прилет бабы Иги на Метле, там, ну и прочие всякие американские эти выдумки. Дело в том, что палеонтология достаточно точная наука, датировки достаточно удобные и точные. И всем известно, что динозавры вымирали очень долго. И шло это вместе с параллельным появлением мелких, небольших, довольно хищных млекопитающих, похожих на таких неспециализированных, небольших существ размером там от мыши до крысы. То есть очень небольшие существа. Вот появлением млекопитающих и ограничено, так сказать, начало появления неокортекса. До неокортекса на уровне этих огромных рептилий, которых я много изучал и современных, и древних. Вы работаете, есть, они опубликованы. Там все решалось за счет среднего мозга. В среднем мозге тех самых рептилий, по сути дела, уже был прообраз неокортекса. Когда нужно сложно решать задачи, то всегда возникает слоистая структура, то есть стратифицированная. Примеров очень много. Например, в грибовидных телах мозга насекомых, который сам-то очень маленький, там 12 слоев нейронов, а в нашем на кортексе 6. То есть понимаете, что в эволюции эта система отрабатывалась много раз. И вот у рептилий было на основании крыши среднего мозга. Там есть поля? Да, конечно, есть. Не в том виде, как у нас, но тоже достаточно точные. То есть если на крышу среднего мозга рептилий нанести такой рисуночек, ну, например, той же самой агамы, которых лучше всего изучали, то окажется, что там можно нарисовать агаму с непропорциональной головой, лапками, туловищем и хвостом. Она как бы лежит слегка перевернутая. Это тоже прообраз полей. Каждый участок крыши среднего мозга представлен набором нейронов, которые обслуживают лапку, туловище, голову, определенный участок на голове, которым, например, они потираются друг от друга. И хвостом. Потому что хвостом, как известно, рептилии при спаривании оплетают друг друга. Ну, самец залезает сверху и оплетает хвостом самочку. Ну, в общем, в этой позе один из популяризаторов науки как раз и изображен на обложке своего труда почему-то. Почему, я не знаю. Видимо, имеет интерес сексуально-романтический к крупным рептилиям. Так вот, если говорить о том, когда стали возникать поля, поля стали возникать довольно быстро. Потому что неокортекс возник еще у рептилий, как тоненькая закладка, обслуживающая вомероназальную систему. Та самая, которая у нас есть и занимается половым обонянием. И для того, чтобы интегрировать половое обоняние со всем остальным телом, со всеми остальными органами чувств, то, что самое главное, я думаю, что вы знаете по себе, это оставить после себя потомков. Желательно побольше и в разных местах. Так вот, это универсальное свойство всех животных, не только человека. И вот для того, чтобы это было эффективным, неокортекс, как представительство омероназальной системы, появился в эволюции. Именно поэтому в коре, будущей развитой коре млекопитающих, и стали появляться поля, в которые дублировали функции промежуточного, среднего, заднего, продолговатого мозга. И определяли связи мозжечка. Потому что дом млекопитающих, мозжечок, это просто червь, маленький такой кусочек. А когда появились полушария переднего мозга, огромные моторные сенсорные центры у мозжечка выросли полушария. То есть это тоже механизм обслуживания неокортекса. Поэтому по мере специализации млекопитающих, то есть развитие их функций, в том числе и репродуктивных, увеличился и на кортекс. И спустя каких-то там 30-40 миллионов лет, что в эволюции не так долго, уже появились и борозды, и звилины. И я занимался описанием мозга неогиенодана, того самого млекопитающего, которые полностью исчезли. на нашей планете. Но его светлый образ использован в фильме про властелина колец. Там орки скачут как раз на таких зубастых тварей. Это и есть на самом деле неогиеноданы, чуть-чуть увеличенные в размерах. Голова у них хорошая, вот такого размера. Мозги вот примерно вот такие. То есть у них уже были борозды и звилины, явно дифференцированные поля. То есть, если говорить о возрасте, то это где-то быстрее всего 80 миллионов лет назад, самое начало. А дальше в зависимости от специализации. Поскольку управление сложным поведением и репродуктивным давало преимущество, будущие млекопитающие, они приобрели, пошли в эволюцию по этому пути, созданию неокортикальной надстройки над древними центрами управления телом. Теперь о мозге Панасенкова. Как раз Панасенков обладатель редкого мозга. Почему? Потому что он является на самом деле редким представителем искусства и культуры, который, собственно говоря, пытается сохранить ее для следующего поколения. И очень хорошо разбирается в жизни. Ну, например, по использованию парфюмерии мы с ним почти полностью совпадаем. Вот, пожалуйста, вам наглядный пример. Кроме этого, отношение и к напиткам, и к образу жизни, и о том, что вообще, когда ты лезешь в телевизор, надо помыться, желательно расчесаться, подстричь кудри лохматые и не выглядеть одичавшим животным, которого случайно поймали в сетку телевидения. Ну, вот тут я с ним полностью согласен. Почему? Потому что надо хоть чуть-чуть уважать слушателя. Ну, у нас есть такие шепелявые болтуны, которые считают, что никого уважать не надо, все должны прислушиваться к их провинциальному трепу и вдыхать каждое слово их. К тому же эти слова все почерпнуты из-за плохеньких учебников, как правило. В этом отношении я с Панасенковым полностью согласен. Молодец. Только так с ними нужно поступать. Потому что немытые, нечесанные, дурно пахнущие личности, лишенные образования и знаний, не должны присутствовать в нашей культурной среде. Субтитры создавал DimaTorzok